Всем привет! С вами Кристина Володина. Я спортивный врач, реабилитолог и основатель ЗОЖ-проекта Nordic Health, в рамках которого мы лечим, проводим образовательные семинары и тренируемся, в том числе в формате аутдор, методом скандинавской ходьбы. Сегодня мы пришли в магазин «Сплав», чтобы узнать все тонкости экипировки, в частности, для занятий на улице. Идем? Говорят, что термобелье – это вторая кожа. Собственно, для аутдорщиков, я думаю, эта фраза является 100% верной. Разбираться в тонкостях и деталях данного слоя нам поможет Анастасия, сотрудник компании «Сплав». Анастасия, привет! Привет! Насколько я знаю, термобелье, внутренний слой, можно использовать чуть ли не круглый год, даже если холодное лето в том числе. В чем отличие? Я вижу разные материалы, помимо разных красивых ярких цветов и моего любимого бирюзового цвета. Термобелье различается, как ты правильно сказала, именно материалами. В первую очередь, как я говорю в каждом ролике, вам должно быть комфортно, исходя из тех условий, где вы будете, и как применять, и из особенностей вашего организма. Первая задача термобелья – это отводить влагу от тела наружу, при этом сохраняя тепло. Пот. Конечно. Поэтому функциональное термобелье не должно быть очень толсто. Параметры плотности и толщины термобелья зависят от сезона активности и особенностей вашего организма. Поэтому, подбирая термобелье, вы должны знать, для чего оно вам, в каких условиях использовать. Итак, мы видим разные модели. Например, в данном случае я вижу так называемые флисовые квадратики и одна плотность материала. Здесь сам материал плотнее и квадратики, мне кажется, визуально чуть крупнее. А тут, например, вообще полностью материал флиска. На какую примерно погоду все-таки людям можно ориентироваться? Потому что плюс-минус мы похожи. Флисовые квадратики, ты говоришь, это гридовая структура термобелья. В чем же ее задача? Флис создает воздушную прослойку. Борозочки между квадратиками позволяют влаге быстрее испаряться от тела, тем самым согревая ваш организм. Поэтому любой материал с квадратиками – это термобелье для активностей. Идеально подходит под скандинавскую ходьбу. Чем толще материал, тем теплее. Здесь мы видим толстый флис. Он создан не для активностей. Он создан для статического времяпровождения на природе. Например, если вы долго стоите. Созерцаете озеро. Созерцаете, либо наблюдаете. Готовитесь начать отжиматься. Вышли на рыбалку в 5 утра, посидеть несколько часов на одном месте. Вам идеально подойдет толстый флис. Для наших задач сейчас на улице холодно. Мы выбираем тепленькое термобелье, которое аккуратно сидит по телу, плотно прилегает, но при этом комфортное движение. На вас термо? На мне термобелье. Это летний вариант, потому что я нахожусь сейчас в помещении. Мне в нем очень комфортно. При любом перепаде температуры я либо согреюсь, либо влага быстро высохнет, и я не замерзну. Сейчас нужно с Анастасией снять жилетку, убедиться, что там нету мокрого пятна на спине. Ещё вопрос. Насколько оно должно плотно прилегать к термобелью? Посадка должна быть комфортной. Это значит, что оно не болтается, не оверсайз, но при этом не сковывает ваше движение. Я думаю, что комфортность – это индивидуальная особенность организма. Поэтому, если вы любите полностью вогтяжку, термобелье сядет. Отлично носите такое термобелье. Если вы любите свободную посадочку, то носите его. Хорошо. Ну, я думаю, пришло время померить мой любимый бирюзовый цвет в примерочной. Субтитры сделал DimaTorzok Любить себя – это значит беречь себя. И термобелье – это как раз об этом. Огромный выбор цветов, фасонов для того, чтобы ваши тренировки даже зимой были безопасны. В следующем ролике мы разберем, что нужно надевать сверху термобелья, чтобы независимо от погоды ваш боевой и спортивный настрой был стабильный. До встречи в следующем ролике.